Всем привет! Вы знаете, в который раз я убеждаюсь, что в Корее все лучше? Сегодня я хочу вам рассказать о своих новых находках среди корейских брендов. Я взяла всего по чуть-чуть, тут разные бренды, разная продукция. Все это буду демонстрировать у себя на лице в процессе того, как буду делать макияж. И, соответственно, вы сможете руководствоваться не только моим обзором, но еще и собственными глазами. Поэтому давайте приступать. Первое, что я сегодня наносила, это был вот такой вот праймер от Holika Holika, который называется Naked Face Gold Serum Primer. Вообще, когда я его увидела, мне показалось, что это такой прямой закос на знаменитый золотой праймер от Guerlain, потому что этот праймер тоже с частичками золота, дорого-богато выглядит однозначно. И предполагается, что этот праймер должен увлажнять ваше лицо и добавлять свечение. Полностью согласна, именно это он и делает. Единственное, я, наверное, не совсем догоняю вот этот вот прикол с золотыми частичками. Мне кажется, это чисто декоративный эффект. И когда я, кстати, наносила на лицо, вот эти золотые частички, они не растворяются, а они вот так вот какими-то вот такими золотыми крошками у тебя на лице и выглядят. И мне реально кажется, что в процессе того, как ты это все втираешь себе в лицо, ты просто их смахиваешь. Ну, либо, может быть, они распадаются, но мне больше кажется, что их смахиваешь. Потому что потом ничего на лице не остается, кроме эффекта свечения, собственно. Консистенция у него такая немного липкообразная, гелевая. Ну, приятно ощущается на лице. Действительно, эффект такой увлажненности лица. И потом сверху тон ложится вообще без каких-либо проблем. Поэтому, если вы ищете именно увлажняющий праймер с эффектом свечения, то вот как один из неплохих вариантов. А вот в эту маленькую штучку я просто влюбилась. Вот я вам гарантирую, если вам нравится такой эффект, вы тоже влюбитесь. Вот 100% влюбитесь. Это тени кремовые от Holika Holika, который называется Water Drop Sparkly Shadow. Я вообще, когда заказывала, я думала, что это просто, ну, обычные, как бы, кремовые тени. Но это не обычные кремовые тени, по крайней мере, именно этот оттенок. Вот я сейчас тут, извините, простите, корейского не знаю, не могу понять, что тут написано. Я вам на любом случае оставлю номер этого оттенка. Но он просто восхитительный. Это вот то, что мне очень хотелось иметь в кремовой формуле. Потому что это вроде бы как и тени, но в то же время это больше как россыпь мелких бресток. Вот я обожаю в последнее время такую текстуру. Это так красиво и нарядно выглядит на глазах. Вроде ничего не нанес, но в то же время вот как-то все так сверкает красиво. И вот в таком вот даже базовом, не очень каком-то темном макияже, вот по типу, как у меня сегодня, очень такой вот простой светленький макияж, это выглядит реально красиво. И прелесть вот такой текстуры в том, что вы получаете блестки без всего вот этого вот осыпания под глазами. То есть просто берешь, тут, кстати, оно не выкручивается, здесь нажимать нужно на эту кнопочку, и немножко тогда тени приподнимаются. Короче говоря, когда наносишь, во-первых, приятно очень наносить, потому что у этого стика такой как охлаждающий эффект. Наверное, поэтому и называется water drop. Ну, короче говоря, когда наносишь, все вообще абсолютно беспроблемно наносится. Если где-то нужно подрастушевать, можно и пальцем, можно и кистью, можно любым удобным способом. Можно наносить и поверх теней для того, чтобы добавить вот именно вот эти блесточки. Можно наносить на голые века, как я сегодня наносила. Мне безумно-безумно нравится. Вот я уже несколько раз вам говорила, что я сейчас в поисках каких-то более простых макияжей, вернее продуктов, которые смогут мне помочь сделать такой вот простой, быстрый макияж на скорую руку, но при этом это будет выглядеть реально красиво, и создаваться будет впечатление, что я потратила на этот макияж гораздо больше времени, чем в действительности я на него потратила. В общем-то, обязательно зацените эти кремовые тени, они нереально просто красивые, и после того, как я попробовала вот этот оттенок, мне прям очень-очень любопытно, какие там еще оттенки. Может быть, еще парочку себе таких возьму. Следующим шагом в моем макияже было нанесение подводки. Это подводка Vivid Fix Marker Pen Liner. Вообще, когда я заказывала эту подводку, я по картинке в интернете не совсем поняла, то ли это будет типичная подводка с фетровым аппликатором, то ли это будет мой любимый формат подводки, а именно с кистью. Я когда получила свой заказ, раскрыла эту подводку и разочаровалась. Здесь обычный фетровый аппликатор, такой, как у миллиона других подводок. Но стоило мне ее один раз попробовать, как я сразу поняла, что зря я расстраивалась. Вот я не знаю почему. Вот почему корейцы все делают лучше? Вот объясните мне. Вот вроде бы, казалось бы, обычная банальная подводка с фетровым аппликатором. Миллион таких подводок я обозревала у себя на канале. Каждый раз у меня от разных брендов какие-то подводки. Каждый раз я говорю одно и то же, что я ненавижу подводки с фетровым аппликатором, потому что они пересыхают очень быстро, даже в процессе того, как делаешь стрелку. Вот эта зараза почему-то нормально работает, не пересыхает, супер черная насыщенная стрелка. Сам аппликатор очень точный, то есть им можно реально такие прям волосковые линии делать, которые я вот старалась ближе к внутреннему уголку сегодня сделать. Если где-то там чуть-чуть, там мини-пини-миллиметрик надо подправить, тоже это очень легко сделать. Она не течет, она не размазывается. Вот просто взял и пользуешься. Вот по-другому даже описать ее как-то сложно. Действительно абсолютно беспроблемный продукт меня очень впечатлило. Я не думала, что классическая подводка с фетровым аппликатором может настолько сильно мне понравиться, но тем не менее это факт, буду с огромным удовольствием пользоваться дальше. В качестве тональной основы я сегодня наносила вот такую вот от Миша. Называется она Radiance Foundation. И опять-таки, что касается оттенка, я себе взяла оттенок Fair. Мне у этой тональной основы понравился и внешний вид. Тоже упаковка, как мне кажется, вполне люксовая, то есть ничем не хуже. Здесь помпа, стекло, все как нужно. Оттенок Fair очень классный. Он имеет такой легкий персиковый подтон, но этот персик не переносится на лицо. То есть он как-то больше, возможно, немножко освежает лицо, но вот нет этого персика. Вот я не вижу, вот когда я смотрю на себя в зеркало, вот абсолютно нет этого персикового подтона на лице. Но в то же время, когда вот свотч делаешь на свотче, это видно. Что же касается общей характеристикой этой тональной основы, вы знаете, из всего, что у меня есть, мне она больше всего, наверное, напоминает Estee Lauder Double Wear Nude. Единственное, вот эта немножко более тонкая по своей текстуре. Миша все-таки немножко более плотная, но в то же время все равно она находится в категории вот этих тонких текстур, тональных основ. То есть она ни в коем случае не плотная и даже не средняя по плотности, то есть это такой вот как бы легкий очень тон по текстуре. Очень неплохо при этом перекрывает. Конечно, серьезные проблемы не перекроет, но если вам нужно просто освежить лицо и выровнять общий тон, то этого будет более чем достаточно. Даже скрывает, в принципе, какие-то мелкие неприятности на лице. Пигментные пятна полностью не перекрывает, ну, может, процентов на 50-60 все-таки их закроет. Так что они не будут бросаться в глаза, по крайней мере. Эта тональная основа заявлена как светящаяся, но, вы знаете, я бы не сказала, что она вот прям светящаяся. Вот я видала и более светящаяся. Она скорее делает такой натуральный финиш, то есть и не перебор с этим glow, и в то же время не сухая. То есть вот если у вас сухая кожа или нормальная кожа, на вас это будет выглядеть просто максимально естественно, по типу, как ваша собственная кожа. А если же вы ищете что-то более светящееся, то, скорее всего, нужно смотреть в другую сторону. На мне этот тон тоже отлично держится. В конце дня я не вижу каких-то мест, к чему бы я могла серьезно как-то придраться. Вполне все красиво, вполне все сносно. И в заключение могу сказать, что если вы хотели попробовать Estee Lauder Double Wear Nude, но для вас ценник немножко кусючий, вот это все-таки стоит в два раза дешевле. Это не одно и то же. Estee Lauder мне все равно нравится немножечко больше, потому что текстура у нее все-таки более такая водянистая и еще более незаметно на лице он выглядит. Вот этот тон слегка заметен на лице, но в то же время эффект все равно близок. Как для разницы в стоимости в два раза, мне кажется, вот это очень неплохой аналог. Также сегодня я нанесла вот такой вот хайлайтер на лицо. Это Holika Holika Glossy Play. Это золотистый хайлайтер, приятно ложится на лицо. Я не могу сказать, что он сильно подчеркивает что-то. Если у вас слишком такая шероховатая текстура, возможно, он вам не понравится, потому что он ближе к такому металлическому все-таки эффекту. Это не влажный финиш, который наоборот как сглаживает немножко текстуру. Это более металлическое свечение, поэтому аккуратно, если у вас текстура на лице, если же все гладенько и вам нравится и оттенок этого хайлайтера, и уровень свечения такой более насыщенный, то как вариант, потому что действительно это недорогой абсолютно продукт. У него очень бюджетная стоимость, поэтому почему бы и нет, вполне могу советовать. И последнее, что я сегодня использовала в макияже, это вот такой вот набор для бровей. Это Misha, называется Ultra Powerproof Cream Brow. Я себе взяла оттенок, опять тут все по-корейски, а вот здесь есть расшифровка Dark Brown. Это комплект из средства для бровей. Это такой как тонирующий гель для бровей в тюбике. И также здесь есть аппликатор, то есть это двухсторонняя щеточка. С одной стороны это вот такая вот расчесочка, а с другой стороны просто обычная скошенная кисточка. Я сегодня в качестве демонстрации пользовалась именно вот этим вот инструментом. Я не хотела доставать свои инструменты, хотела показать вам, на что способно то, что входит в комплект. И вы знаете, вполне достойна эта штука, вот можно запросто сделать красивый эффект, используя только вот это. Даже если у вас нет каких-то инструментов получше. Это совсем не тот вариант, когда тебе в комплекте дают кисточку и тебе ее сразу хочется выбросить. Как часто, кстати, в люксе бывает, что удивительно, потому что в люксе такие цены, что могли бы сделать и получше качеством кисти. Ну ладно, сейчас не об этом. Что касается вот этого геля, мне он безумно понравился. Я сначала не знала, что от него ожидать. Я предполагала, что все может пойти двумя путями. Либо это что-то супер насыщенное, такое, знаете, липкое и очень-очень пигментированное, что ты так наносишь. И это прям такие как линии оставляет, которые потом еще и въедаются, потому что все это обычно супер стойкое, что потом его ничем не смыть. Вот это средство на оборотках, мне кажется, очень легкое в применении. То есть даже новичок справится, мне кажется, с этим средством. Все, что я сегодня сделала, это просто прочесала брови, а потом слегка начала проходиться кистью по бровям. И это средство не создает линии. Оно создает именно такую как очень натуральную растушевку в бровях. Это средство заполняет цветом, создает форму и выглядит при этом очень натурально. Я бы не сказала, что мои брови сейчас как-то слишком сильно выделяются. Я, кстати, не использовала сегодня никакие ни гели, ничего такого сверху, для того, чтобы просто показать вам, как брови могут выглядеть только исключительно с этим средством. Как мне кажется, здесь все хорошо. И оттенок этот Dark Brown очень классный. Он холодный, в нем абсолютно нет какого-то вот этого противного рыжего или медного такого подтона. Как мне кажется, безумно красиво в бровях смотрится. Но, как вы поняли, я действительно осталась в восторге от большинства продуктов, о которых я вам сегодня рассказывала. Корейцы действительно умеют делать классно. И что мне особенно нравится, это то, что они умеют делать классно за не очень большой ценник. Если вам тоже нравится корейская декоративная косметика, обязательно пишите в комментариях, что является вашим прям супер мастхевом. Мне тоже было бы интересно это почитать, и я уверена, что другим зрителям тоже будет интересно комментарии почитать. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И YouTube сейчас предлагает вам посмотреть и другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся на следующей неделе в моем новом видео.